Всех приветствую, с вами Джонатан Парк. Сегодня я постараюсь вкратце вам рассказать историю Геральда, изложенную в книге «Ведьмак. Последнее желание» за авторством всеми известного Аджея Сапковски. Первый рассказ из серии, с которым мы знакомимся, рассказ повествующей Астрыги. Собственно говоря, в этой части книги мы знакомимся с Геральдом. Геральд прибыл в Изиму. Там он узнал о том, что в данном городе находится Стрыга, и его святой долг расправиться с нею. Однако, чтобы победить ее, необходимо лишить ее возможности заночевать в саркофаге. Геральду это удается. Он забирается туда сам, а на утро видит результат своих страданий, расколдованную девочку. Но упыриться все же полоснуло его когтями по шее. Ведьмак останавливает кровотечение. Второй же рассказ нам рассказывает историю. Она чем-то схожа на то, что мы можем видеть в произведении «Красавица и чудовище», но, естественно, переработанная под Аджея Сапковского. Точнее, под его видение данной истории. К слову, в данном произведении вы часто сможете наблюдать такие пересечения с реальным миром. Итак, ведьмак путешествует по миру. Он всегда готов к новой работе, если ему предоставляется такая возможность. Вдруг он видит растерзенных путников. После он встречает и виновника злодеяний, естественно, в кавычках. Это чудовище, имеющее медвежью голову. Некогда медведь был человеком, атаманом-разбойником, однако после был заколдован. Поначалу Геральду думается, что это не Верлан во всем виноват. Однако, оказывается, что в убийствах виновата коварная вампирша. Что же касается человека-медведя, он оказывает ведьмаку содействие в битве со злодейкой. После смерти вампирши, Невелан вновь становится человеком. Следующий же рассказ повествует о княжне Ренфри, которая стала разбойницей. Она желает отомстить ненавистной мачехе и ее помощнику. Геральд встречается с волшебником, которому удалось уйти от погони. Ведьмак узнает о Черном Солнце, рождающих девочек-мутантов. Наступает момент, когда главный герой встречается с княжной и заводит с ней беседу об их предозначении и миссии на этой бренной земле. Однако, Геральд понимает, что женщина способна на любые уловки. Он догадывается, что княжна хочет взять заложники людей на ярмарки, чтобы чародей покинул башню. Ведьмак выбирает меньше зло из тех предложенных, убивает всех пособников княжины, а после ее саму. Следующее же произведение ознакомит нас с предназначением, к слову, о котором в серии Ведьмака говорится довольно-таки много. Итак, королева просит Ведьмака помочь ей избежать того самого предназначения. Геральд попадает на свадьбу, где женится ее дочь. Однако, жених девушки оказывается заголтованным рыцарем. Далее Геральд и Лютик отправляются на так называемый край света. Теперь они находятся в долине цветов, которая была домом эльфов давным-давным-давно. Но после пришли люди, и волшебным созданием не оставалось ничего, кроме как обрести иного пристанща. Глубоко в горах, где их никто не потревожит. В следующем же рассказе нам повествуют о жителях деревни, которые нанимают Геральда как Ведьмака для помощи и избавления от так называемого дьявола. Геральд не привык сдаваться, он успешно выполняет поручения. И заключительный рассказ, который изложен в данной книге, называется «Последнее желание», как собственно и сама книга. Так вот, в данном рассказе, который начинается с того, что Ведьмак с Лютиком ловит сама, который срывается с крючка. Как бы это было бы ни странно. Однако, на второй удочке оказывается весьма странный сосуд. В нем находится Джин, который ранит Лютика. Ведьмак просит Йеннифера помощи. Волшебница исцеляет Рубадура, но просит взамен печать, которой был закупорен сосуд. Это дает ей власть над сознанием Ведьмака. Геральд в западне. Его мысли помрачены. Акклиматься ему удается уже за решеткой. Как оказалось, он прилюдно выпорол аптекаря и покалечивала работника ломбарда. Далее герой узнает о Джинах, что недоступны людям. Йеннифер хочет заполучить одного из них. Это даст ей невиданную доселе власть. Но у нее очень плохо получается покорить Джина. Лютик приносит Геральду новую весть. Ведьмак помогает чародейке справиться с волшебным существом. Геральд загадывает желание, чтобы с Йеннифер судьбы были их навеки связаны. Данный сборник рассказов и его основная мысль это рассказать, что такое справедливость, решимость, мужество, бесстрашие. А самое главное показать это и научить этому. Ведь именно этими качествами обладает главный герой Геральд. Тем не менее, даже Геральду не черды ошибки. Ведь как бы мастерски он не справлялся с чудовищами, какие подвиги бы не совершал, даже он порой попадает в коварные ловушки, выпутаться из которых ему порой стоит огромных усилий. И таких же огромных ошибок. Благодарю за просмотр данного ролика. Подпишитесь пожалуйста на канал, оцените его и поставьте колокольчик. До скорых встреч в данной вселенной или любых других.